Здравствуйте! Тема урока «Морфемика». «Морфемика» — это раздел языка знания, в котором изучается морфемная структура слов и их форм. Что такое морфема? Морфема — наименьшая частица слова. Она имеет звучание и значение, имеет свое постоянное название. Корень — это общая часть родственных слов. Корень выражает основное лексическое значение слова. Слова однокоренные имеют общий корень, но разное лексическое значение. Морфемы делятся на словообразовательные и формообразовательные. Словообразовательные морфемы образуют новые слова, а формообразовательные морфемы образуют форму слова. Словообразовательные морфемы помогают образованию новых слов. Чаще всего это происходит при помощи приставки и суффикса. Приставка — это значимая часть слова, которая находится перед корнем и служит для образования новых слов. Приставка образует новое слово, относящееся к той же части речи, что и производящие. Русские приставки. К русским приставкам относятся следующие. Без, в, воз, воз, в, з, вы, до, на и так далее. Киноязычные приставки. К киноязычным приставкам относят архи, анти, дес, дис, интер, инфра, контр, про, пам, пост и другие. Формообразовательные морфемы выражают грамматическое значение слова и указывают народ, число, падеж, наклонение. Суффикс. Суффикс это приколоченный, прибитый в переводе с латинского. Значимая часть слова, которая находится в слове после корня, играет словообразующую или формообразующую роль. К формообразующим суффиксам относят суффиксы степеней сравнения прилагательных и наречий, суффиксы глаголов прошедшего времени в удивительном условном наклонении, суффиксы причастия и суффиксы деепричастия. Окончание или флексия – это значимая часть слова, которая изменяется и является формообразующей. Окончание служит для связи слов в предложении или словосочетании и указывает на отношения между словами, выражая грамматическое значение. Окончание нет в несклоняемых именах существительных, в притяжательных местоимениях, на речиях, в словах в сравнительной форме, в деепричастиях, во всех служебных частях речи, в междометиях и инфинитиве. Основа слова – это часть слова без окончания и формообразующих морфем. Основы бывают производящие, производные и непроизводные. Задание. Составьте словообразовательные цепочки со словами «бесчеловечность», «перераспределение», «подписаны», «переписывание», «недружно» и «разговорчивость». Блиц-опрос. Попробуйте ответить на вопросы. Что изучает морфемика? Что изучает словообразование? Какие морфемы вы знаете? Что такое корень? Что такое суффикс? Что такое приставка? Что такое окончание? В какой части слова заключено лексическое значение? Какие части слова выражают грамматическое значение? Какие части речи не имеют окончания? Приведите примеры слов с нулевым окончанием. В чем отличие слов с нулевым окончанием от слов, не имеющих окончания? До встречи на уроках русского языка.